Время новостей на Хабар 24 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 С 2017 года в рамках программы Нурлежер государство будет строить арендное жилье без права выкупа для тех, кто не может приобрести себе собственную квартиру. Выделенных средств хватит на возведение трех тысяч квартир в год. С 2019 финансирование увеличат до четырех тысяч. Однако по официальным данным сегодня в очереди 300 тысяч человек. Несложно подсчитать, что ждать, когда все получат крышу над головой около ста лет. Даже при нынешних темпах строительства жилья этого недостаточно. И государству нужно увеличивать объем финансирования, а также возможно вводить другие механизмы финансирования. То есть финансировать не только строительство жилья, но и компенсировать получение ипотечного кредитования, а также платить частным арендодателям. И с каждым годом количество желающих получить квартиру с помощью государства уменьшаться вряд ли будет. Миграция, прирост населения и так далее. Эксперты рекомендуют государству сделать уклон на какую-то одну программу, однако разработать еще несколько механизмов финансирования. Некоторые акиматы сейчас начали вводить такой механизм, как выдача специальных сертификатов для бюджетников на первоначальный взнос. В конце концов работа над платежеспособностью. Население тоже может исправить ситуацию. В общем механизмов много и над всеми ними надо подумать. Асхат Ниязов, Ерзат Зайдхан, Хабар 24, Астана. Власти Туркестана обещают в этом году возвести 20 многоэтажных домов по программе Нур-Лыжер. В городском акимате заверили, квартиры получат очередники, многодетные семьи, дети-сироты и бюджетники. Строительство половины домов находится на завершающей стадии. В эксплуатацию жилье сдадут уже через пару месяцев. В Туркестане 8,5 тысяч очередников на жилье. Получить квартиру по программам Нур-Лыжер и 7-20-25 изъявляют более 100 семей. Надеемся, что новоселье они справят уже летом, когда дома будут достроены. Между тем, жилищная программа 7-20-25 в Туркестанской области не пользуется спросом. Регион на последнем месте по количеству поданных заявлений. За время реализации программы в банки поступила лишь одна заявка и та, которую отклонили. Всего же, по данным ипотечной организации Баспана, казахстанцы подали свыше 8 тысяч заявок на приобретение жилья. Из них чуть больше половины одобрено. Общая сумма займов превышает 57 миллиардов тенге. В тройке лидеров – Астана, Алматы и Восточно-Казахстанская область. В столице одобрено свыше полутора тысяч заявок на сумму почти 24,5 миллиарда тенге. В южном мегаполисе – порядка тысячи заявок, а в Восточном Казахстане – 266. Подробнее о реализации жилищной программы 7-20-25 поговорим с Данияром Добыловым, региональным директором ипотечной организации. Данияр, доброе утро, приветствую вас. Судя по статистике, почти половину заявок банки не одобряют. Люди часто об этом пишут, мол, отказывают даже за просрочку кредита в несколько дней. По-вашему, это оправдано? И рассматривается ли вопрос о дополнительном упрощении условий программы? Доброе утро. На сегодняшний день ипотечная организация «Басмана» подписала соглашение с восьми банковыми партнерами по выдаче денег и кредита на приобретение квартиры в рамках программы 7-20-25. Соответственно, каждый банк не всегда ответственность и риск за возвратность денежных средств в бюджет. Соответственно, каждый банк в рамках своего внутреннего документа проверяет платежеспособность клиентов. И такую меру ни ипотечная банк, ни ипотечная компания не может повлиять на данный процесс. Тем самым, мы хотим сказать, что упрощается сама процедура отбора клиентов, то есть улучшается администрирование путем разрабатывания нового проекта предварительного онлайн-одобрения кредитной заявки. Соответственно, клиенты смогут, не посещая банки, в режиме онлайн подать кредитную заявку на выбранный объект, что упростит процедуру хождения по банкам. А сами условия пока непонятны? Да, пока без изменения. После критики президента, местные власти начали как-то помогать, выдавать населению денежные сертификаты на первоначальный взнос. Всего какое количество таких сертификатов и на какую сумму выделено заемщикам на приобретение жилья по льготной ипотеке? На сегодняшний день саму процедуру и правила согласования выдачи жилищных сертификатов находятся на уровне Министерства индустрии и инфекционного развития. На сегодняшний день ипотечная компания «Босмана», организация «Босмана» проработала практически со всеми местными органами, со всеми регионами по выдаче средств, по выделению средств для снижения первоначального взноса для наших граждан. Надеюсь, что в ближайшее время данный процесс заработает. Какое количество жилого фонда предусмотрено вообще в этом году на реализацию программ? Потому что я знаю основной причиной, почему так слабо реализуется эта программа, это нехватка жилья для этой программы. Да, это очень актуальный вопрос. По планам на 2019 год планируется построить порядком около 13 миллионов квадратных метров. Это порядком около 115 тысяч жилья. Из них порядком около 20 тысяч квартир будет построиться в рамках программы «Нурлеже». Половина из данных квартир также будет реализоваться в рамках программы «Семь-20-вот-вот-петек». Мы посчитали, что на 2019 год порядком около 16 тысяч квартир потребуется для реализации моей программы. И, соответственно, часть из данных цифр покроет квартиры в рамках программы «Нурлеже». Соответственно, мы надеемся, что строительные компании активно будут строить и будут ориентироваться именно на квартиры эконом-класса. Хорошо. Но есть какая-то вообще статистика, сколько вы людей планируете охватить, скольким помочь по этой программе получить жилье? На сегодняшний день пока мы не можем дать точную цифру, так как в зависимости от того, какое количество людей будут ориентированы на эту выдачу денег. А сами, вот вы говорите, что жилье устроится, да, какие-то темпы наращиваются, но сами застройщики вообще как реагируют? Какие у них проблемы? Почему они, может быть, хотят или не хотят строить такое жилье для этих программ? У них же есть тоже свои проблемы, наверное. Вы знаете, изначально само строительство квартиры строились на бизнес-класс, на элит-класс. И с внедрением данной программы, я думаю, что строительные компании будут ориентированы именно на строительство на эконом-классе. На сегодняшний день многие строительные компании хотели бы реализовать данную программу, то есть продавать квартиры в рамках данной программы, но именно получение денежных средств, их смущает именно получение денежных средств после завершения строительства. Они бы хотели бы получить денежные средства уже на этапе строительства, на реализации. Понятно. Хорошо, спасибо большое. С нами беседовал Даниил Архдабулов, региональный директор ипотечной организации. Ну, а мы продолжим. Тем временем жители одной из новостроек Петропавловска не могут дождаться, когда же в их доме появится полноценное электричество. Ипотечное жилье люди приобрели по государственной программе Нурлыжер и уже платят по кредитам, но вот справить новоселье не удается. Света в квартирах нет. Подключаться к счетовой они вынуждены с помощью удлинителей. Нургуля Ахметова разбиралась в ситуации. Когда нескольким квартирам нужно электричество, мы вставляем сюда тройник и подключаемся вместе. Павел Приталюк давно мечтал купить жилье и усиленно копил деньги. В начале года он получил заветные ключи, а потом узнал, что в квартирах нет света. И эта новость омрачила радость новоселья. Вот у меня за время пользования две лампочки за два дня сгорело. Вот, ну как бы я берегу, стараюсь как-то пользоваться этой возможностью аккуратно очень. Но другой возможности нету. Ну не при свечах же сидеть вот в 21 веке. В этом доме 78 квартир. Заселилось сюда меньше половины жильцов. Это те, кто на свой страх и риск с маленькими детьми решил жить при свечах или вот так, пользуясь энергией прямо из счетовой. Мы до сих пор не можем заехать, потому что нет света. У меня маленький ребенок. Каждый день звоню в Акимат, в отдел ЖКХ звоню. Каждый день нам обещают завтра-завтра, завтра-завтра. Это жилет Иванов, Петров, Сидоров. Нужно идти все в Канэнерго. Я Сидоров. Недавно назначенный руководитель отдела ЖКХ буквально на пальцах объясняет журналистам, что квартиры подключат к электричеству только после того, как все жильцы подпишут договоры с энергоснабжающим предприятием. Смотри, давай, как я поделюсь, разрешивай. С легкой руки специалистов отдела ЖКХ в подъездах появляются эти объявления. А потом выясняется, что некоторые жильцы с энергетиками уже подписали договоры, а света все равно нет. У вас есть свет? Нет, свет ни у кого нет. Мы только подтянули те щиты, у нас нет. Нет, у кого нет. А вы договоры заключили в Канэнерго? Конечно, заключили в Канэнергоснабжающей компании. Ситуацию прояснили в энергоснабжающей компании. Ни застройщик, ни заказчик в бытовую компанию по вопросу подключения дома к электроснабжению не обращались. С начала строительства до сих пор не выполнены технические мероприятия по подключению к внешним сетям электроснабжения. Только 31 января 2019 года по данному объекту были проведены приемо-задачные испытания, в результате которых был выявлен ряд несоответствий. Этот дом введен в эксплуатацию еще осенью прошлого года. Но, как пояснили энергетики, новостройку подключат к электроснабжению только после того, как будут устранены все несоответствия. Тем временем в Берлине и еще в шести немецких городах зафиксирован рекордный дефицит жилья. Арендовать или купить квартиру по доступной цене становится все труднее. При этом с проблемой нехватки жилья сталкиваются как местные жители, так и молодые специалисты. Чем вызван высокий спрос, выясняла Шулпанна и Манбаева. Дома и квартиры в столице Германии расходятся как горячие пирожки. Касается это как покупки, так и аренды. По словам экспертов, сегодня на немецком рынке недвижимости наблюдается наибольший дефицит. И объясняется это двумя причинами. Во-первых, в городе строится мало нового жилья. Во-вторых, население Берлина увеличивается и вот-вот приблизится к отметке 4 миллиона. Растет и количество студентов. По статистике в берлинских вузах обучаются около 200 тысяч молодых людей. Несмотря на большое количество кампусов и общежитий, мест на всех не хватает. Поэтому как студенты, так и молодые специалисты вынуждены искать квартиры и комнаты для аренды. К слову, порой эти поиски могут затянуться на месяцы. Когда я искал жилье, мне понадобилось около трех месяцев. В первую неделю учебы у меня не было жилья. И приходилось у друзей в хостелах как-то искать жилье. Но по итогу мне повезло. Одна студентка уезжала за границу делать семестр. И полгода я мог пожить в ее общаге. Те, кто не может найти жилье своими силами, обращаются к профессионалам. Маклер Татьяна Кёпе работает в этой сфере 9 лет. По ее словам, рынок жилья сейчас переживает небывалый дефицит. И как следствие, рост цен. К примеру, в столице стоимость аренды жилья за последние 8 лет выросла почти на 70%. 1200, небольшая двухкомнатная, 46 квадратных метров. Это 1200, то, что мы недавно на днях сдавали. Раньше мы такую квартиру могли сдавать 700, максимум потолок. То есть разница чувствуется. Есть программы для молодых семей, студентов и для людей, которые недостаточно зарабатывают. То есть рынок настолько быстро вырос, что зарплаты так быстро не растут. И людям просто негде жить. У нас большой дефицит жилья. Действительно, в Берлине большой дефицит жилья на данный момент. Отмечу, что становиться владельцами квартир сами немцы не стремятся. Предпочитая аренду, они часто переезжают в другие города, где им предлагают хорошую работу. Чего не скажешь об иностранцах, которые охотно скупают недвижимость. В Берлине даже думали ограничить продажу квартир нерезидентам страны. Но посчитали, что эта мера проблемы не решит. Вместо этого аналитики советуют ежегодно строить 25 тысяч новых домов и квартир. Сейчас же эта цифра равна 15 тысячам. Акция «Мой дом» прошла в Киеве и в других крупных городах Украины. У станции метро молодежные активисты установили инсталляции из пустых коробок. Таким образом, организаторы хотят привлечь внимание общественности к проблеме недоступности жилья для украинской молодежи. Подробнее в следующем материале. Александр Воробьев студент третьего курса Киевского университета. Он возглавляет молодежное крыло объединения «Самопомощь». Александр и другие активисты движения пытаются обратить внимание украинской общественности на проблему недоступности жилья для молодежи. У станции метро они установили инсталляцию из пустых коробок. Суть акции заключается в том, что молодежь не может позволить купить себе жилье в Украине. Обычные ставки под ипотеку начинаются от 14% годовых. То бишь, если взять кредит на квартиру, это довольно большие суммы. Сейчас такие инсталляции стоят по всей Украине. В 10 городах Украины, разных регионах стоят инсталляции. Они символизируют то, что единственное жилье, которое может позволить себе молодой человек, это коробки. Инсталляция из картонных коробок выглядит очень скромно. Но об этом и вся задумка, рассказывают организаторы. На каждую коробку приклеены листы с QR-кодом и хэштегами «У меня нет дома» и «Заходите в гости». Наводя смартфон на электронный код, жители могут посмотреть небольшой видеоролик, рассказывающий о проблеме недоступности жилья для молодежи. По статистике, в 2018 году в Украине из 10 тысяч человек, стоящих в очереди за бесплатным жильем, получить его смогли только около 300 молодых семей. Также у нас в Украине есть фонд молодежного кредитования, которое непосредственно дает молодежь возможность купить жилье, предоставляя дешевый кредит, то есть по 3% годовых, если есть ребенок, по 0% годовых. Но, к сожалению, этот фонд не имеет достаточных финансов для того, чтобы покрыть даже 1% всех людей, которые действительно нуждаются в жилье. Поэтому внимание нужно привлекать, и чем больше общество будет задействовано, тем будет лучше. Потому что политика меняется, когда меняется общество. То есть мы меняем политику, и политика тогда меняет что-то в стране. Второй момент. Действительно, то есть проблема жилья, она актуальна. Социальные акции такого плана активисты планируют устраивать чаще. Только так они могут быть услышаны органами власти и общественностью, уверен Александр. Он считает, что мирный подход более действенен и на деле приносит пользу, в отличие от массовых митингов, угрожающих общей безопасности. Айдана Кребжанова, Аида Кадырбай, Александр Кошарный, Хабар-24, Украина. Тем временем в Израиле льготное жилье для молодежи разыгрывают в лотерею. Всего по планам правительства за 4 года в строй должны были ввести 90 тысяч таких квартир. Но программа отстает. Кроме того, по мнению экспертов, она породила целый ряд проблем на рынке недвижимости. Сергей Услендер разбирался в вопросе. Максим и Анна по израильским меркам классическая молодая семья. Детей пока нет. И главная проблема у молодой семьи тоже классическая. Отсутствие своего жилья. Купить на вторичном рынке или в стадии строительства просто нереально. Цены запредельные. В том же Тель-Авиве трехкомнатная квартира обойдется минимум в полмиллиона долларов. Но теперь молодая пара обладатели своего жилья. Помогла государственная программа «Цена для новосела». В принципе, это лотерея. На каждую, допустим, строится дом. В доме 100 квартир. Первые 100 человек, которые выпадают в лотереи, они имеют право купить квартиру по скидке. Мы участвовали в нескольких лотереях. Нам не везло, не везло. Мы все равно продолжали участвовать. В конце концов, нам повезло. Мы получили выигрышный билет. Сказали так-то и так-то. Выиграли. Правда, квартира семьи Пасечник еще строится. Ее должны сдать в следующем году. Всего же в эту лотерею выиграли уже порядка 50 тысяч семей. Программу разработало Министерство финансов для решения проблемы обеспечения жильем молодежи. Ее суть – государство дает землю со скидкой под строительство застройщикам, которые установят самую низкую на рынке цену квадратного метра. В итоге победителям лотереи квартиры достаются в зависимости от города дешевле на 50 или даже 100 тысяч долларов. Важно понимать, что в государственную лотерею не разыгрывают бесплатные квартиры, а лишь право купить жилье по льготной цене. А вот после покупки эту квартиру, купленную по льготной цене, еще должны построить. И в этом кроется, собственно, главный подводный камень этого проекта. Сразу после выигрыша счастливые обладатели квартиры подписывают договор, берут ипотечную ссуду, выплачивают деньги застройщику. А дальше возникает вопрос, когда они ее получат. По сути, люди получают квартиру только теоретически. Еще даже до того, как ее начнут строить. Еще нет никаких разрешений, еще нет ничего. А молодая пара уже в теории имеет квартиру. В теории. А в практике ее нет. Получилась очень нездоровая ситуация, что с одной стороны покупатели считают, что у них есть квартира во владении, с другой стороны у них всего лишь бумага. Они не знают, чем закончится разрешение. Какую квартиру разрешат, с каким видом разрешат, какие этажи будут и так далее и тому подобное. Более того, строительство дома в Израиле процесс долгий, занимает до четырех лет. Значит, все это время молодой семье придется снимать квартиру. А это в среднем около тысячи долларов в месяц. Если умножить на 48 месяцев, получится та самая сумма, которую молодая пара может сэкономить при выигрыше в лотерею. Кроме этого, вся эта история повлияла на рынок жилья, но совсем не так, как рассчитывали ее организаторы. Министр финансов долго убеждал граждан не покупать квартиры, а подождать лотерей. В итоге цены снова пошли вверх. Автоматически остановили начало новой стройки. И это получился эффект бумеранга. В теории хотели сделать хорошо. В практике получилось, что та самая молодая пара живет на съеме, думая, что у него есть квартира. Тот самый застройщик, который должен был строить, и который действительно от массовой стройки должны были опуститься цены на квартиры, остановился со стройкой и получился ровно обратный эффект. На сегодняшний день новые квартиры по программе «Цена для новосела» получили около 5000 семей, хотя Министерство финансов обещало до конца этого года построить 90 тысяч. А тут еще выборы, и неизвестно, попадет ли нынешний глава Минфина в будущее правительство. Поэтому пока все тендеры по розыгрышу льготных квартир остановлены. Впрочем, тем, кто уже выиграл, государство гарантирует, что свои квартиры они получат. Сергей Услендер, Хабар 24. К другим темам. В Казахстане за три года планируют уменьшить объем импортных товаров народного потребления на 30%. Министерство индустрии и инфраструктурного развития рассказали о планах импортозамещения. Наш экономический обозреватель Зарин Бесембина продолжит тему. Доброе утро, Зарин. О какой продукции идет речь и с кем планируют конкурировать на рынке казахстанские производители? Спасибо, Вера. Речь идет о производителях легкой промышленности, мебели и удобрений. Сейчас объем импорта в этих сферах составляет целых 80%. Подробности расскажу через пару секунд. До 2021 года Министерство индустрии планирует сократить импорт товаров народного потребления до 50%. Ведомстве отвечают, что в первую очередь будут стимулировать производство тканей, пошив одежды и обуви, удобрений, лакокрасочной продукции, окон, дверей, а также мебели. Всего определено 250 наименований продукции, которые ежедневно используются казахстанцами. Ее импорт сегодня составляет более 80%. Завозят такие товары в основном от соседей Китая и России. Как поясняют в министерстве, все это позволит раскрыть казахстанский экспортный потенциал, а также насытить внутренний рынок отечественными товарами. Для реализации планов правительство дополнительно направит 500 миллиардов тенге на поддержку обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта в течение следующих трех лет. А вот казахстанское авиатопливо уже сегодня вытесняет с рынка конкурентов. Объем отечественного горючего в 2019 году должен покрыть 80% рынка. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Женис Касимбек. По его словам, такие результаты следствия реконструкции трех казахстанских МПЗ. Отмечу, в прошлом году объем авиатоплива казахстанского производства в стране был на уровне 65%. В этом году Минэнерго подтвердили, что поставят на рынок 900 тысяч тонн авиатоплива прямиком с казахстанских нефтезаводов. Другим темам международное рейтинговое агентство МУДИС опубликовало анализ банковской системы стран СНГ. Согласно отчету, по числу проблемных кредитов в нашем регионе лидируют украинские и казахстанские банки. В нашей стране доля проблемных кредитов составляет 17%. В анализе говорится, что в Казахстане банковскому сектору большую поддержку оказывает государственная помощь. Поэтому в сфере есть позитивные тенденции. Отмечу, в прошлом году казахстанцы задолжали по кредитам почти 6 триллионов тенге. Более половины плохих займов составили потребительские кредиты. По прогнозу МУДИС, в целом в странах СНГ в ближайшие два года ожидается экономический рост. Это, по мнению аналитиков, должно положительно сказаться и на банковском секторе региона. На данный момент агентство присвоило банкам стран СНГ позитивный рейтинг. И в завершении выпуска информации с казахстанской фондовой биржи. По итогам последних торгов тенге немного укрепился. Курс американской валюты составил 376 тенге, 59 иен. Это были все новости к этой минуте. Вера, спасибо большое. Это была Зарин Бесимбина с обзором деловых новостей. Ну а мы продолжаем у нас на связи Турция. В Турецком Стамбуле обрушился восьмоэтажный жилой дом. Под завалами остались десятки людей. По последним данным, в 14 квартирах дома проживали 43 человека. Сколько из них находились в здании во время обрушения, неизвестно. С места событий передает наш собственный корреспондент Меруэрт Канагат. Меруэрт, доброе утро. Какие новости есть к этому часу? Сколько жильцов удалось спасти на данный момент? И что говорят о причинах обрушения? Доброе утро, Вера. Сейчас в Турцкомбуре 5 утра. На месте обрушения вчера вечером были начаты поисковые работы и все еще продолжаются. На данный момент удалось спасти 12 оставшихся под завалами. Один из них, 9-летний ребенок, еще в строении удалось установить контакт. Но все еще остается неизвестно, сколько из 43 жильцов во время обрушения находились в доме. Также остается неизвестным причиной происшествия по официальным источникам. Местная администрация в 1992 году дала разрешение на постройку 5-этажного здания. Дополнительные три этажа были достроены позже без регистрации. Также выяснилось, техническая мастерская на первом этаже работала неофициально. По мнению специалистов, дополнительно построенные три этажа могли стать причиной обрушения, потому что архитектура здания была спроектирована на 5 этажей. По факту обрушения было возрождено уголовное дело. И жильцы в соседних домах были эвакуированы в безопасные места. Помимо этого, взведен временный запрет на распространение информации о происшествии, за исключением официальных источников. Такая имеющаяся информация на данный момент. В ближайшие часы будем делиться новыми подробностями. Передаю вам слово ГРА. Спасибо большое, Мируэрд. Будем следить за развитием событий, за этой ситуацией. На прямой связи по телефону из Турции с нами была Мируэрд Канагат. Ну, а мы переходим к другим темам. Военные Венесуэлы препятствуют доставке гуманитарной помощи в страну. Они заблокировали двумя грузовиками мост на границе с Колумбией, по которому планировалось осуществить поставки из приграничного города Кукута. Об этом сообщили представители оппозиции. Отмечу, самопровозглашенный лидер Хуан Гуайдо лично занимается организацией доставки продовольствия и лекарств. Он уже высказался по поводу случившегося, назвав блокировку абсурдной реакции со стороны правительства президента Николаса Мадуро. Всего, по данным оппозиции, около 300 тысяч венесуэльцев рискуют здоровьем из-за нехватки продуктов питания и медикаментов. Оказать экстренную гуманитарную помощь в Венесуэле обещали США, Канада и Евросоюз. Только вот все еще действующий глава государства Николас Мадуро назвал инициативу о передаче иностранной гумпомощи плохим и дешевым шоу олигархии. И призвал сограждан от нее отказаться. Стала известна дата вывода американских военных из Афганистана. Как заявил представитель радикального движения Талибана Абдусалам Ханафи, штаты пообещали им начать вывод половины контингента в феврале и до конца апреля 2019 года. Ранее спецпредставитель президента США по Афганистану Залмай Халюзад сообщил, что делегация США договорилась с талибами о принципах мирного соглашения. К слову, договоренность, хоть и предварительная, стала прорывом в процессе разрешения конфликта, который длится уже почти 20 лет. Организация договора о коллективной безопасности учтет риски после выхода США из ракетного договора. Об этом на брифинге в Москве рассказал начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начинает процедуру выхода из договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. В ответ Владимир Путин подчеркнул, что Москва зеркально ответит на решение Вашингтона и тоже приостанавливает участие в соглашении. Также представители ОДКБ рассказали об основных задачах на этот год и подвели итоги совместной работы членов организации. Последние пять лет самые жаркие в истории. Об этом сообщили представители НАСА. Ученые также отметили, что прошлый год вошел в четверку самых жарких сезонов. Его последствия уже можно увидеть и ощутить, начиная с потопов у берегов США, необычно высоким уровнем осадков и сдвигами в экосистемах. Согласно наблюдениям НАСА, в среднем температуры на Земле в прошлом году были выше типичных значений для 20 века примерно на 0,83 градуса Цельсия. Непогода добралась до Кыргызстана. Выпавший за ночь снег парализовал передвижение транспорта и авиационное сообщение. Ночью в столичном аэропорту из-за обильных осадков были отменены несколько авиарейсов. Последствия снегопада в репортаже Багыда Чермашева. О том, что на территории Кыргызстана ожидаются обильные снегопады, МЧС республики предупреждал еще несколько дней назад. Как говорилось в штормовом предупреждении, снега, причем много, выпадет практически на всей территории страны. В Бишкеке снегопад начался около полуночи и шел до 11 утра. За это время коммунальщики высыпали на дороге 400 тонн песка и 55 тонн технической соли. К Рашистке улиц привлекли почти 800 человек. Мы вышли на работу в 7 часов утра. Все наше районное отделение сразу приступило к очистке дорог. Больше всего снега на вот таких оживленных автотрассах. Перерыва на отдых еще не было. Из-за обильных осадков движение по утреннему Бишкеку сильно замедлилось. По всему городу транспортные заторы. Сложнее всего пришлось горожанам, которые спешили на работу и учебу. Не знаю, первый раз такое. Я встречаюсь с тем, что стою так долго. Но обычно мы приходим, троллейбусы сразу один за одним идут. А сейчас уже на минут 10 нашего, по крайней мере, ни одного не было. Сух, плот. За всю зиму первый раз такой обильный снегопад. Раньше троллейбусы и автобусы вовремя приходили. А теперь вот стою, жду. Сейчас реже ездят. Еще несколько дней назад температура воздуха в Бишкеке поднималась до 6-8 градусов тепла. Многие не верили, что зима вернется. И вот на улице снова снежные заносы. По прогнозам синопликов, снег может выпасть снова. Как говорят гидрометеорологи, осадки будут идти, но временами. Впрочем, снег не самое сложное, что ждет кыргызстанцев. В ближайшие дни температура воздуха опустится до минус 14 градусов. По местным меркам это довольно холодно. Бакычер Маша, специально для Хабар 24, Бишкек, Кыргызстан. Теперь о погоде и ее последствиях в нашей стране. Сильные морозы сохраняются на севере и востоке Казахстана. По информации Казгидромета, в отдельных районах на западе, юго-востоке и востоке страны пройдут осадки. Местами по республике гололед, туман, метель и усиление ветра. Занятия в школах для всех классов отменены. В Астане, Павладаре, Кустанай, Караганде, Семее, Акмолинской и Североказахстанской областях. Кроме того, по данным Казахавтодора, закрыты дороги по всем направлениям. В Павладарской, Кустанайской, Североказахстанской и Акмолинской областях. Выезд из Астаны также закрыт в Осочно-Казахстанской области и на трассе Караганда-Балхаш. Ограничено движение для дизельного и общественного транспорта. В Уральске на автозаправочной станции загорелся автомобиль. Там же полицейские по горячим следам задержали грабителя, избившего пенсионерку прямо во дворе ее собственного дома. А в Алматинской области произошло ДТП со смертельным исходом. Что случилось за последние сутки в стране, расскажем в хронике происшествий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Усть-Каменогорске скончалась женщина, сбитая машиной патрульной полиции. ДТП произошло накануне на пересечении улицы Стахановская и проспекта Независимости. Жительница города переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу и попала под колеса служебного автомобиля Глубоковского районного отдела полиции. По данному факту начатое судебное расследование по статье 345 части 2 Уголовного кодекса РК. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мужчина скончался в ДТП на трассе Алматы-Бишкек. Двоих участников аварии госпитализировали. Трагедия произошла рядом с селом Таргаб. Водитель автомашины Хонда Одиссей направлялся из Алматы в Бишкек. Ему навстречу выехал автомобиль Volkswagen Golf. Водитель немецкой иномарки потерял управление и допустил лобовое столкновение с Хонда. От удара оба автомобиля отбросило на 160 метров друг от друга. Они вылетели на обочину. Одна из автомашин врезалась в дерево. Водителя и пассажира Хонда госпитализировались с травмами. Мужчина, допустивший столкновение, скончался по дороге в больницу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обморожение конечности первой и второй степени получил житель областного центра. Еще четыре человека пострадали от мороза в Рудном. От госпитализации они отказались. В Узункольском районе мужчина отморозил кисти рук в результате поломки машины на трассе. Водитель госпитализирован в травматологическое отделение областной больницы, сообщает Пресс-служба областного департамента здравоохранения. Еще один случай зарегистрирован в поселке Затобольск. Пострадавший в состоянии алкогольного опьянения доставлен в районную больницу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Уральске 74-летнюю пенсионерку избили и ограбили во дворе собственного дома. Грабитель сначала подсел к женщине на скамейку, якобы для беседы. Затем, когда та собиралась уходить, напал на нее. Избил и отобрал сотовый телефон. По горячим следам полицейские задержали 27-летнего мужчину. Он выдворен в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование. Оперативно задержать подозреваемого полицейским помогли камеры видеонаблюдения, установленные по программе «Безопасный двор». Всего в городе установлено 443 камеры. С их помощью в прошлом году полицейские раскрыли 88 преступлений и 16 тысяч административных правонарушений. По камерам видеонаблюдения были установлены черты подозреваемого. Они были, эти приметы данного грабителя были разусланы всем нарядом полиции, которые дежурили в этот день. И в результате оперативных действий сотрудников полиции были установлены и задержаны подозреваемые. Павлодарцы жалуются на холод в квартирах. За трое суток сильных морозов на официальный сайт Акимата и на странице в социальных сетях от горожана поступают десятки обращений. Накануне жилищная комиссия выехала по адресам, чтобы точечно на месте проверить обоснованность жалоб и выяснить причины недогрева. Этой ночью в Павлодаре термометры опустились до минус 33 градусов. В квартирах некоторых высоток батареи едва теплые. Жильцы вынуждены включать обогреватели. Как выяснили специалисты, в каждом случае причины разные. От недоработки обслуживающих компаний и монополистов до самих квартировладельцев. Уже устали от этого холода. На улице выйдешь мороз, здесь дома тоже холодно. На кухне вообще, хотя плитка горит, но все равно холодно. 70 обращений поступило. В общем, у нас сейчас на отработке. По ним должны мы максимально объехать, уяснить для себя ситуацию, сложившуюся на этих домах, определить причины и уже соответствующим образом совместно с тепловыми сетями КСК принимать меры. Проблемы ремонта улиц и благоустройства дворов, необходимость запуска дополнительных маршрутов городских автобусов и продления времени их движения, а также слабая работа коммунальных служб. Эти проблемы поднимались толдыкурганцами на отчете Акима города в прошлом году. Нашли ли они свое решение сегодня, расскажет Гульна Аржантасова. Безусловно, проблема работы общественного транспорта в толдыкургане еще остается острой. В прошлом году после обращения жителей был открыт новый автобусный маршрут, соединяющий пригородное село Утинай, микрорайон Жастар-1 и центр города. Также были продлены направления городских автобусов до нового микрорайона Энтымах. Сейчас по толдыкургану налажено движение 26 автобусных маршрутов. Однако, есть еще у горожан замечания. Мы ждем долго, 16 автобус, 40 минут, час. Приходим дома вечером в 8 часов. Я сейчас встаю в полчаса, очень холодно. Детей у нас много, совсем много. Пусть хоть утром, в обед, вечером по два автобуса посылают. Мы вот это говорили. Вчера поехала, полторы часа там мы ждали. Дети стоят вот в морозы, прямо в руки дуют, бедные. Маленькие, там первоклассники вот эти. Ну жалко же вот. Остановка Самал, 7, пол восьмого почти автобусов не бывает. Если до 9 часов больше времени ходили бы, автобусы ездили бы, было бы хорошо. В Талдыкургане 7 компаний занято на городских маршрутах. Сейчас мы ежедневно мониторим движение автобусов, чтобы они работали с 6 утра и до 22 часов вечера. Есть, конечно, и положительные моменты. В областном центре активно строится жилье, появляются новые микрорайоны. Однако, те, кто строит индивидуальное жилье, сетуют на отсутствие хороших дорог. Дорога у нас плохая. У нас было собрание, мы там собрались, вот этот дорожный говорит, мы уже все сделали. Но там вот эти ямы, ничего не сделали, мы видели. В этом году, как заверил городоначальник, в ряде микрорайонов, где возведены частные дома, это микрорайон Энтамах, Коктал и село Отинай, в целом на 51 улице будет проложено гравийное полотно. Еще из актуальных тем обеспечение чистой питьевой водой, пригородные населенные пункты и дачные массивы. Самый болезненный для нас вопрос – питьевая вода. Все трехтысячное население берет воду из этой единственной колонки. За водой выстраиваются очереди. Хотелось бы просить руководства города решить эту проблему. На садоводческих обществах Шайкорган, агропромышленник Сарарка, будут проложены новые линии водоснабжения общей протяженностью в 21 километр. Сейчас уже готова проектно-сметная документация строительства линии водоснабжения и дачного массива Уйтаз. Вместе с тем, в прошлом году в областном центре появилось новое здание драматического театра, двух общеобразовательных и музыкальной школы. Ну а в этом продолжится газификация областного центра. Планируется подключить голубому топливу более 54 тысяч абонентов. Кроме этого, начнется строительство двух новых микрорайонов – 8 и 9 в юго-западном направлении. Гульнар Жантасова, Ужас Байбусынов, Хабар-24, Аллатинская область. Женская сборная Казахстана по теннису начала свое выступление на Кубке Федерации с побед. В первой игре Азарина Диас оказалась сильнее представительница Таиланда. Второе очко нашей команде принесла Юлия Путинцева. Следующими соперниками наших спортсменок на групповом этапе будут представительницы Индии. Встреча пройдет завтра в Национальном теннисном центре. Далее традиционный спортивный дайджест Ларисы Гречихиной. С победы стартовали казахстанские хоккеисты на Кубке наследия в Южной Корее. Сборная нашей страны разгромила японскую команду 5-2. Уже на первой минуте счет открыл Аркадий Шестаков. Затем, воспользовавшись численным преимуществом, по шайбе забросили Иван Степаненко и Кирилл Савицкий. Первый период казахстанцы выиграли в сухую 3-0. Во втором наши игроки допустили ошибки в обороне. За это их сначала наказал Тарао Юри, отыграв одну шайбу, а затем и Тарао Хиромичи. В заключительном периоде наши хоккеисты сумели собраться и дважды поразили ворота японского вратаря. Авторами четвертой и пятой шайб стали Кирилл Панюков и Антон Некряч. Лучшим игроком встречи в сборной Казахстана признан Кирилл Савицкий. Задача, конечно, только первое место занять здесь на турнире. Но, конечно, первым, так скажем, рассмотреть кандидатов на университет. То, что у нас возраст такой молодежный, получается, в 95-й год самый старший, в 94-й год самый старший. И вот эти игроки, в основном 80% этой команды уже появятся в Красноярске, в Университете. Сегодня нашей сборной предстоит сразиться с хозяевами турнира. Сборная Южной Кореи выступит основным составом. Среди игроков корейской команды семь натурализованных легионеров из США и Канады. 8 февраля в заключительном матче турнира казахстанцы сыграют с латышами. По словам главного тренера сборной Казахстана Юрия Михайлеса, Кубок наследия в Южной Корее для игроков нашей сборной – репетиция перед универсиадой, которая пройдет уже в следующем месяце в Красноярске. В Восточном Казахстане продолжается чемпионат страны по волейболу. Во второй день четвертого тура команда из северного Казахстана Куаныш отобрала очко у Алтая-2. В следующей игре алматинки в трех сетах наказали оппоненток из Караганды за свой проигрыш в предыдущем туре. Иртышка с Хром также взял свои полновесных три очка в игре со столичной командой. В четвертой встрече выяснили отношения лидирующие клубы Национальной лиги Алтай и Житесу. Победу одержали хозяйки площадки. После двух дней тура Иртышка с Хром сравнялся по очкам Житесу, а Алтай увеличил от них отрыв до 11 пунктов. Ничьей завершился первый полуфинальный матч Кубка Испании между Барселоной и Реалом – 1-1. Гости открыли счет на шестой минуте. Лукас Васкис замкнул передачу от лицевой линии Карима Бензема. Хозяева сумели отыграться в начале второго тайма. На 57-й минуте отправили мяч в пустые ворота после того, как Луисуарес попал в штангу. Ответный матч полуфинала состоится на стадионе Сантьяго-Пернабеу 27 февраля. Отмечу, что Барселона является действующим победителем Кубка Испании. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира каталонцы разгромили Сивию со счетом 5-0. С Месси все хорошо. Решили не рисковать, потому что у него был небольшой дискомфорт. Решение всегда нужно принимать, основываясь на том, что лучше для команды и самого игрока. В матче с Реалом мы посчитали, что лучше выпустить Месси во втором тайме. Он мог решить исход матча, когда вышел на поле. Каждый раз, когда Месси получал мяч, было чувство, что он способен создать что-то у чужих ворот. Официальный чемпионат города по Панкратиону впервые прошел в Астане. Участие приняли десятки мастеров смешанных единоборств. Сильнейших определили в шести весовых категориях. Победители будут представлять столицу на чемпионате Казахстана, который пройдет в апреле. Наши предки не жалели себя, чтобы получить так много земель. Также и наши парни здесь, на ковре, не щадят себя. Надеюсь, что завтра они будут прославлять нашу страну на международных турнирах. Субтитры делал DimaTorzok Выше 20 тысяч зарядов общим весом 4,5 тонны. Огненными вспышками в небе изображалась цифра 8. Это самое счастливое число в китайской культуре. Это была последняя информация этого часа. Как будут развиваться события этого дня, покажет Хабар 24. Оставайтесь на нашем канале. Удачного дня вам всем.